На горных вершинах, на вулканах, под водой и даже в местах, где давно не ступала нога человека, люди фотографируются везде. Для кого-то это занятие не просто увлечение, а еще и профессия. Алла Кучерявая умеет поймать момент. Рассказывает, порой идеи для съемки рождаются спонтанно. Так появилась фотография холмы. Фотограф отправилась на природу с друзьями, прихватив с собой кусок марли. Думала использовать как полотенце для рук, но у творческого человека любой предмет становится частью произведения искусства. И в этой низиночке я сижу, смотрю на этот холм и думаю, вот с этого ракурса, прям так близко облака, как будто здесь высота очень большая. А они как раз достают еду и говорят, зачем тебе здесь марля? Я говорю, ну для того, чтобы вас сейчас в нее завернуть и посадить туда. Я их завернула в марлю, они там посидели минут пять и в итоге родилась эта фотография. Герои работ Аллы – это люди разных профессий. Хореографы, артисты, преподаватели и музыканты. Однако самым требовательным клиентом остается ее мама. Я, наверное, один из самых сложных ее персонажей. Если другие люди, которые приходят к ней на фотосессию, они могут выразить свое мнение более скромно, то я говорю прямо в упор. Что вот это нет, вот это вообще нет, а вот это да, а вот так давай еще. Самые интересные снимки Алла Кучерява отобрала для персональной выставки. Мастер назвала ее «Взгляд на формы». Здесь нет правильного ответа на вопрос, что изобразил художник. Очень часто я слышу в отношении этой выставки от людей, особенно если это все-таки люди, такие сферы искусства, о том, что эта выставка очень пронзительная, как ни слова, об одиночестве, о хрупкости, о хрупкости тела, о хрупкости человека, человеческой души, человеческой жизни. Особое место для фотохудожника занимает студийная работа. Там есть для этого все – фотофоны, осветительные приборы и реквизит. Но порой важнее обсудить с героем то, что он хочет увидеть на снимках. Один из страхов перед фотосессией – это неумение позировать. Многие из нас боятся выглядеть нелепо в процессе съемки из-за неуверенных движений и зажатости. Специалисты отмечают – важно полностью довериться профессионалу, слушать и повторять за ним. Передать эмоции, рассказать историю человека, отразить его настроение – все это задача фотохудожника. Увидеть в герое то, в результате чего и получается тот самый снимок. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События.